В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! В российских регионах стартовал единый государственный экзамен. В этом году его сдают выпускники, желающие поступить в высшие учебные заведения. В понедельник 31 мая для 184 тысяч ребят прошли ЕГЭ по химии, литературе и географии. Экзамен стартовал ровно в 10 часов в каждом регионе по местному времени. Единый государственный экзамен прошел в гимназии имени Эрика Муксинова. Всего для прохождения итогового экзамена по трем предметам заявился 61 участник. Минимальный проходной балл по географии 37, по химии 36, по литературе 32. Как отметили в Рособранадзоре, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня. На базе гимназии создана ППЕ, ППЕ 991, то есть пункт проведения экзаменов 991. 31 мая ребята сдают по поданным заявлениям, географию сдают 17 детей, химию 37 детей, литературу выбрали 7 детей. Экзамен проходит в штатном режиме. До начала экзамена проводятся все антиковидные мероприятия. Было проведено проветривание помещений, включены рециркуляторы. При входе в ППЕ проходится санобработка. Детям и организаторам выдаются маски. Прежде чем попасть в ППЕ, ребята вещи оставляют в раздевалке, проходят через ручной металлоискатель, при помощи которого проверяются на наличие запрещенных предметов. Если все хорошо, дети проходят и рассаживаются согласно рассадке по своим аудиториям. Продолжительность экзаменов по географии 3 часа, по химии 3 часа 30 минут, по литературе 3 часа 55 минут. Сегодня присутствует в ППЕ 991 два общественных наблюдателя. Присутствует один представитель Министерства образования и науки Республики Башкортостан выездной члены. И присутствует один представитель из Рособранадзора Республики Башкортостан. В рамках года башкирской истории в нашей Республике проходят съезды башкирских родов. На этот раз ЕИН прошел в Калтасинском районе. Съезд башкирского рода Гирей состоялся 28 мая. В районном Доме культуры села Калтасы собрались представители рода из пяти районов нашей Республики. Калтасинцы приняли эстафету Утчик-Магушевского района. В фойе Дома культуры была организована выставка декоративно-прикладного искусства. Гости с удовольствием познакомились с книжными выставками. Смогли оценить старинную бытовую утварь Башкир национальные украшения. Мы были очень рады подхватить эстафету проведения. Потому что, во-первых, мы познакомились с коллегами. Мы провели какие-то интересные мероприятия по изучению истории, в частности рода Гирей. Кстати, еще скажу, что помимо рода Гирей, в нашем районе еще есть род Искей-Лан. И тоже мы были делегатами в Дертюлях на съезде рода Искей-Лан. И, значит, мы провели какую-то интересную для себя историческую справку. То есть, все мы к нему готовились, значит, сотрудничали мы с специалистами Курултая. Подключили мы всех своих историков и краеведов. Также участвовали мы во взаимодействии с соседними районами. Но данное мероприятие, я считаю, что оно очень нужно, оно интересно, потому что все мы должны знать свои корни. Особую ценность в изучении истории рода представляют Шижере. Выходец из деревни Новый Ашит Калтасинского района представил родословные древо всех относельчан. Для того, чтобы систематизировать несколько поколений, потребовалось немало времени. Я составленным родословным начал заниматься с 2007 года. У нас ездил в Уфу центральный архив, там по Карла Маркса 4, по ревизийским сказкам. 1811, 1834, 1850, 1859 года. И была перепись населения, сельскохозяйственная перепись населения 1917 года. И по переписи 1926 года. И по рассказам стариков, бабушек, когда еще в 1927 году еще они были живы. И я составил родословную для всех жителей нашей деревни. И получилось у нас где-то 2000 человек родословных. 24 родословных дерева. И самое большое дерево это наш род, род Мукминовых. Где-то 600 человек. Но мне главная цель была, чтобы показать всех фронтовиков. Из нашей деревни ушел на фронт 99 человек. Я их всех показал красной звездочкой. Отметил. Вот они, все красные звездочки, все фронтовики. Их 99 человек. Я их как бы хотел вернуть к своей семье, к своим родным. И чтобы все посмотрели, с какой семьи сколько человек ушло на фронт. Вот, например, из семьи Мухаммеда Зарифова ушло на фронт 5 человек. Но, к счастью, там трое вернулись. Из семьи Мухаммеда Зарифова ушло на фронт 4 человека. Там только трое вернулись. Один только, к счастью, один только остался на поле боя. И из семи человек ушли на фронт 3 человека. Вот, Мусат Зарифов писал свои стихотворения. Официальная часть мероприятий началась с научных докладов ученых-историков. Затем на сцену поднялись коренные жители районов Гирейцы. Наш район представила делегация. В ее составе учителя, культработники, библиотекари из Асавдабаша, Мисагутова и Ямадов. С историей Гирейских деревень и Наульского района участников ЕИНА познакомила директор Ямадинской школы Светлана Сафина. Без украга боргаш, бізне не дотар деп ейтелмейлер е, не башқыр деп ейтелмейлер е. Бір корағында, мінайшыннан да күлік корағын көбе корайлар е. Абіз мінай бүгінгі сүкінде ғырур эйтавалабыз, башқыр деп эйтавалабыз. Түнек бүнбайыш диалектында рахатланып сүйлешәбіз. В этот день делегаты съезда выбрали главу рода, утвердили атрибуты рода, герб и гимн. По окончанию съезда гирейцы передали штандарт представителям Аургазинского района. Там вскоре пройдет еен рода Миркетмин. В рамках съезда также работали площадки детско-юношеского телеканала Тамыр, детского журнала «Акбузат», руководитель организации «Меткий стрелок» Юлай Галиуллин провел мастер-класс по стрельбе из традиционного лука для колтасинских школьников. Лейла Сафина, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Традиционно 28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В этом году отмечается 103-я годовщина со дня образования пограничной охраны. Как отметили этот праздник янаульцы, смотрите далее в нашем эфире. По случаю празднования 103-я годовщина образования. Торжественная церемония прошла во Дворце молодежи. Перед собравшимися выступил военный комиссар города Янаула, Янаульского и колтасинского районов Марат Харрисов. Он поздравил защитников границ и отметил, что служба в пограничных войсках требует от военнослужащих особых черт характера. Нашим пограничникам присущи такие качества, как мужество, отвага, самодвиженность, преданность своему делу. Эти черты были показаны во время Великой Отечественной войны, когда наши пограничники приняли первый удар, неравный бой с немецкими оккупантами. Пограничные войска – это не только защита территориальной целостности, это и борьба с терроризмом, это борьба с наркотрафиком, незаконной миграцией. В этот день не раз со сцены звучали благодарственные слова и добрые пожелания. К поздравлениям присоединились представители организации Союза ветеранов группы советских войск Германии Салават Зарипов, председатель территориального отделения общественной организации ветераны ВДВС спецназа Республики Башкортостан Наэль Закиров, родственники пограничников. Для участников праздника был подготовлен концерт. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. В погранвойска я попал служить в 1986 году. Нас отправили в призывной пункт Уфа, и уже оттуда далее мы попали в Ригу, Прибалтику, где я прослужил два года водителем на пограничной заставе, 10-я застава, которая называлась Киприда. Воспоминания такие, остались их всего не пересказать. Особенность такая, что всегда быть немного на шаг впереди других родов войск, но я не хочу их ущемить, просто отбирали всегда немного лучше по характеристикам и качествам. Завершилась торжественная часть возложением цветов в памятнику ветеранам погранвойск, обелиску «Скорбящая мать» и монументу боевой и трудовой славы. Гуляра Сидди, Квайдар Садыков, Служба новостей, Янаульского телевидения. Профилактическая акция «Дети и транспорт» проходит в нашем районе с 24 мая. Она направлена на предупреждение детского травматизма на железной дороге. В рамках этой операции прошел конкурс рисунков среди учеников Янаульского лицея. Торжественное награждение победителей состоялось 28 мая. Перед ребятами выступила начальник вокзала Светлана Чернекида. Она напомнила о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Начальник станции Янаул Рудольф Санников поблагодарил школьников за активное участие в акции. В совместности с инспектором по делам несовершеннолетних транспортной полиции Саматом Артыковым они вручили детям памятные подарки. Как отметили организаторы, радует, что дети ответственно подошли к участию в конкурсе и знают основные правила поведения на объектах повышенной опасности. В рамках этого конкурса участвовали дети с 1 по 6 классы. Победителям были вручены памятные подарки и утешительные призы. После поздравления детям будет проведена экскурсия по станции Янаул. Всего было задействовано 82 ученика школы. Из них мы выбрали 24 рисунка. Все 24 ученика получили подарки за участие в конкурсе рисунков. Оценивалась, конечно, креативность. И основным условием было правило безопасности на железной дороге. Что нельзя делать и где можно переходить в железную дорогу. Летние каникулы – это долгожданное и беззаботное время для школьников. Однако детей подстерегает ряд опасностей, если они не соблюдают правила поведения. Традиционно в конце учебного года инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседы с детьми. Они напоминают, как вести себя, о видах ответственности за правонарушения и об обязательном комендантском части для школьников. Избыток свободного времени летом, который дети проводят в основном бесконтрольно, может привести к опасным ситуациям. Поэтому, уважаемые родители, законные представители несовершеннолетних, убедительная просьба заранее позаботиться об организации досуга вашего ребенка в летний период. Нужно научить детей разумной осторожности, формировать навыки осмотрительного поведения. Оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они не совершат необдуманных поступков и не будут подвергнуты опасности. Закон говорит о норме поведения родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям. Для всех это должно быть прописной истиной. Большинство родителей таки делают. Следят за учебой, физическим и нравственным развитием ребенка, заботятся о досуге, знают, где и с кем, чем занимается их ребенок. Обучают правилам поведения в быту, в природе, по пожарной безопасности. А тем, кто забывает о своих обязанностях, о них напомнит закон. Инспекторами по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Янаурскому району совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся профилактические мероприятия, рейды, беседы с обучающимися всех образовательных учреждений города Янаул. Ведется также совместная работа по выявлению административных правонарушений и преступлений, совершенные как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних. Очередной семейный выходной под названием «Леты безопасности» прошел 29 мая на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». Организатором мероприятия стала служба семьи в Янаульском районе. Маленьких и больших гостей праздника ждала насыщенная программа. Это и яркие художественные номера, подготовленные активной молодежью района, и полезные уроки безопасности. В игровой форме ребятам рассказали о том, какие опасности могут подстерегать детвору летом, правилах поведения на природе, на воде, у костра. Специалисты службы семьи подготовили для ребят интересную и познавательную викторину. Каждой ситуации надо было подобрать правильный ответ. Мальчишки и девчонки смогли сыграть в подвижную игру «Светофор». Участники поделились на две команды – пешеходы и автомобили. В завершение мероприятия все желающие смогли посетить специальные тематические площадки. Экстренные службы продемонстрировали свои автомобили и спецсредства. Ребята с удовольствием задавали вопросы пожарным и сотрудникам скорой помощи и фотографировались на память вместе с родителями. У нас начинаются летние каникулы у детей. В связи с этим не лишний раз напомню детям о правилах безопасности поведения на воде, у костра, на дорогах и так далее. В связи с этим мы сегодня провели семейный выходной на тему лета безопасности. В ходе мероприятия нам сегодня помогли экстренные службы района. Это машины скорой помощи и пожарная часть, которые предоставили свою технику для демонстрации. А также в ходе мероприятия у нас прошли интеллектуальные игры и игра «Светофор» для детей, которая очень понравилась детям. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. 2 июня ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 17, плюс 19 градусов. По данным МЧС в республике ожидается переменная облачность местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. По северу до плюс 3. Днем плюс 18, плюс 23 градуса. Летние радости сладости в находке. Квас полтора литра, 39 рублей 99 копеек. Мороженое в стаканчике, 9 рублей 99 копеек. Цены действительны по 30 июня 2021 года. Подробности у продавцов. Это средство защиты от коронавируса. Мы овладели им в совершенстве, и они доказали свою эффективность. Но все это нужно для обороны. Чтобы произошел переломный момент, и мы победили, необходимо перейти в контратаку. И это вакцина. Она готова. Теперь вместе мы сможем победить пандемию и вернуться к мирной жизни. Записаться на вакцинацию просто. На госуслуги.ру. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Неисправная электропроводка Одна из основных причин пожара Неправильная эксплуатация печей Одна из основных причин пожара Мы ненароком можем не заметить, когда вокруг сгустилась мгла. В затерянном потоке жизни повседневной не разглядеть личину зла. Беда большая может постучаться в дверь и к вам. Предупреди ее и посмотри по сторонам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова